Карьера Арнольда Шварценеггера в качестве звезды боевиков насчитывает немало знаковых ролей в не менее запоминающихся фильмах. Он был мускулистым воином в Конане-Варваре, главным киборгом-убийцей, путешествующим во времени в Терминаторах, полковником спецназа в отставке в Коммандос, пилотом полицейского вертолета в Бегущем человеке, ветераном войны во Вьетнаме в Хищнике, сыграл двух разных людей во Вспомнить всё и одного человека с двумя личностями в Правдивой Лжи. И это лишь верхушка списка боевиков со Шварценеггером. Но, учитывая такую долгую карьеру, некоторые проекты Шварценеггера, очевидно, были обречены на провал или были забыты. Даже бодибилдер, некогда известный как Австрийский дуб, не застрахован от фильма, который не произведет особого впечатления. Одним из таких фильмов является детектив-боевик 2014 года, Саботаж, который не собрал большую кассу и не особо порадовал критиков на премьере. На тот момент мало кто посмотрел Саботаж, а большинство людей вообще не знало о его существовании. Но всё изменилось 19 мая 2021 года, когда Netflix добавил Саботаж в свою библиотеку, и подписчики впитывают его без остатка. Менее чем через неделю после дебюта на Netflix, Саботаж взорвал чарты стримеров, заняв пятое место в десятке самых популярных фильмов Netflix в США. В этом фильме Арнольд Шварценеггер играет Джона Уортона под позывным Пробивной, лидера беспощадной группы агентов УБН, известных своими дерзкими рейдами на одни из самых опасных картелей страны. Во время одного из таких заданий команда ведет себя ещё более детско, чем обычно, и хочет незаконно присвоить тебе 10 миллионов долларов конфискованных денег. Поначалу они хотели разделить добычу, но когда деньги начали пропадать от членов команды умирать по одному, Пробивному становится ясно, что кто-то оказался крайне жадным, и не остановится, пока не останется единственным, кто сможет забрать деньги. И пускай в теории жесткие и напряженные элементы фильма должны быть похожи на прошлые проекты Шварценеггера, процесс создания Саботажа был совершенно другим. И Шварценеггер, и режиссер и соавтор сценария Дэвид Эйр, который также снял Отряд самоубийц 2016 года, рассказали о том, как сложилось их уникальное сотрудничество. Согласно нескольким интервью, взятым примерно во время премьеры фильма, отношения Арнольда Шварценеггера и Дэвида Эйра строились на основе взаимной признательности. Шварценеггер сказал Joblo.com, что был поклонником Эйра до того, как его приняли на роль, сказав, «Я посмотрел Патруль и просто влюбился в этот фильм. Мне понравился сценарий. Я хотел поработать с Эйром» Когда он переписал этот сценарий и применил свои навыки, фильм стал фантастической, очень насыщенной историей. Шварценеггер в Саботаже не просто появился и зачитал свои фразы. Как он объяснил Movie Clips, «Я с самого начала сказал Дэвиду Эйру, что готов сделать все, о чем он меня попросит. И я делал все, что он просил меня сделать, потому что я полностью привержен этому фильму» И Эйр не постеснялся использовать его обещания на максимум. Во время интервью Collider режиссер объяснил, что использовал подход парня-каратиста, снизводя все до основ, чтобы подготовить Шварценеггера и остальных актеров к игре узкоспециализированного полицейского отряда. Эйр поделился, «Я подошел к нему и сказал, давай начнем все с нуля и представим, что у тебя вообще нет истории, а затем нарастим ее и начнем тренировать тебя как настоящего полицейского» Режиссер отозвался о Шварценеггере словами, «Он пошел на стрельбище и стал изучать огнестрельное оружие и тактику. Я познакомил его с очень крутыми людьми, с профессионалами, которые могли бы показать ему, как все это происходит в реальном мире» Чтобы увидеть, принес ли этот подход желаемые результаты, посмотрите Саботаж, который сейчас доступен на Netflix. А также посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые боевики, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!